Господи Иисусе Христе, Сыне Бог, помилуй меня грешно. Иисусе Христе, Сыне Бог, помилуй меня грешно. Иисусе Христе, Сыне Бог, помилуй меня грешно. Самый важный момент литургии – это момент, когда Святой Дух сходит на дары. Это тот момент, когда хор поет «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, и молимтеся, Боже наш». В этот самый момент священник призывает Святого Духа, он сходит на святые дары, на хлеб и вино, и они становятся телом и кровью Христа. Значит, малое стадо идет за Христом? Да. А остальное стадо? Ну, кто куда. Оказывается, многих людей, которые только вот подступаются к вере, как-то там, может, в окошко так смотрят, что там в храме происходит, смущает, что когда мы берем благословение у священника, он кладет руку и ее целуют. Но сейчас ковидные правила, чуть все поменялось, теперь руку и на голову можно положить. «Я ко мне, Божий, служитель, ящий, достоин, во имя Господа нашего, Иисус Христа во всем поменуще всяко, и не я, как честом себе Божий, не жертв, не стоящий, не жертв и не повредиш, но связан со мной рабом Божиим, а страшным спасительным именем Господа нашего, Иисус Христа со всем крестом, и всем священным поясом, тихо на всем живе, все услышав, что места закреплены, и силы воздействия, и подвержден счетики, и завещание на вашем поле. Гоньте же силы Бога изгнать не будете. Сице вам завещаю, крепко повелеваю. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Идет пост, и они так себя ведут. Ну-ка, поднимите руки, кто крещённый из вас? Не Христе. Кто в храм ходит? А почему так себя ведете в школе? Ну да, что делать? Если у нее такая бабушка, ничего не знает и ничему не учится. Так, по-моему, там население, большинство такие, как я. Вот, а мы хотим, чтобы это население больше такого не было. А всё население было бы учёное в христианской вере. Как-то меня спросили, если вы президент России, какие первые законы? Первое, это запрет изучения английского языка. Я потом поясню. Второе, это ликвидировать Министерство культуры. Сделать полную ревизию того, что мы финансируем. И потом принять решение, собственно, вознабавление, или, так сказать, оно и не нужно за ненадобность. То есть, естественно, я бы закрыл все театры. Все театры. Все театры, да. Театр – это альтернатива литургии. Театр, сцена, амвон, артисты и так далее, это альтернатива. В России это в 19 веке в основном, что по Розанову и подготовила русская революция, потому что театр в полном смысле – это замена, подмена литургии, подмена церкви, подмена, собственно, вот этого акта служения в храме. Да, замена храма. Иногда говорят, ну как же вот религиозные государства, в России там много конфессий, а ничего страшного. Я вам скажу честно, я тоже занимался там так внимательно, и Леонтьева в этом смысле изучил, и все его, так сказать, посылки по этому поводу. Ну вот в Судовской Аравии существует религиозное государство. Вы знаете, что мне кажется, что возможно по какому пути можно было пойти, потому что, еще раз говорю, если бы мы встали на одну из сторон идеологии, было бы просто. На самом деле это сели бы четыре руководителя там основных конфессий, там пять, неважно, шесть нашей страны, да, и договорились, собственно, да, по большому счету, не о законе, если говорить по новой конституции. Государство использует религию, чтобы держать людей под контролем. Нельзя держать под контролем тех, кто, ну, не верит. Правильно? Конечно. Именно поэтому церквей в России строится сейчас больше, чем в общеобразовательных школах. Если люди приходят в церковь, для них это и строится. То есть дело вообще не в школах, мне кажется. Дело в маркетинге. Если дать товар или услугу, которая не нужна человеку, и правильно ее упаковать и преподнести, то человек будет ее хотеть. То есть ты считаешь, что это все ловушка государства? Я считаю, что факт того, что церквей в России строится больше, чем в общеобразовательных школах, факт того, что хотят включить уроки теологии в начальных классах, факт того, что естественно-научные предметы постепенно исключают или делают платными в школах, является предпосылкой к тому, чтобы людей ограничивали в их критическом мышлении, для того, чтобы они были настроены тупо следовать какой-то вере, какой-то концепции, предложенной будь то Богом, будь то правительством и так далее. Любая власть от Бога. Вот что я хочу сказать. Это написано в Библии, и для меня это нерушимый постулат. Хотя я, как и многие из вас, нахожу многого неправильного у нашего правительства. И не советую никогда ввязываться какие-то политические, партийные дела, но на предстоящие выборы я прошу идти и голосовать за Путина. Почему? Потому что это самая большая гарантия того спокойствия. При любой перемене могут быть даже неожиданные нами волнения, смута, неразберика. И этим обязательно, если такое будет дело, обязательно воспользуйся. Для того, чтобы сделать гуже народу и, как говорится, внешние враги с кожей древней. Поэтому ради спокойствия, скрепляя сердца, прожду по идее проголосовать за тут.